Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Считай. С выражением. Гордость папства. Создам церковь мою, говорит Христос, дом Божий, который есть церковь Бога Живого. Столб и утверждение истины. Дом же его мыть. Дальше почитаете. Дальше. Места Писания указаны. Одна и единственная церковь создана постреначальникам и утверждена апостолами. Отсюда веруй во единую святую соборную апостольскую церковь, ибо один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Да. В Писании 4.6. Единая Христова церковь и наряду с этим римское католичество, протестантство и из протестантства вышедшие секты, претендующие на присвоение себе имени Церкви Христовой. Имени претендующая. Дальше. Где же подлинна Христово-Апостольская церковь? Церковь семи вселенских соборов и десяти столетий единства христианского мира. А где церковь, отступившая от основ раннего благовестия? То есть церковь новшеств. Можно ли рассматривать все существующие христианские исповедания и общества секты как равноценные? Деноминации, конфессии. Этих слов нет в Библии. Где деноминации, конфессии, там надо ставить слово ересь. Есть церковь и есть ересь. Никаких деноминаций, конфессий не поминайте даже. Это фальшь. Прикрытие зла. Что у них общее? В чем они отступили от учения Христа и апостола? Видите, какие большие вопросы ставятся. Каждый православный христианин обязан знать А. Православие. Б. Что представляет собой инославное исповедание и секты. В. В чем расходятся они с православием. И Г. Чем они обосновывают свои расхождения с учением Христа. Да. С учением Церкви Христовой. Это необходимо знать очень хорошо, чтобы не попасть в широко расставленные сети лукава через злых делателей, стремящихся оторвать верующих от православия и погубить их души. Православная Церковь остается верной к чистоте Христова и апостольского благовестия. Западный же мир все более удаляется от апостольского рассления. На Западе христианская религия становится резко посусторонней. Да. Не мир отдается на службу Христу, а Христос ставится на службу мира. То есть имя Христа используется для осуществления таких идей, как создание единого правительства, мировой диктатуры, всеобщего мира на земле. Извини навязанного, ведение равенства и одинаковости, которые распространяются не только на питание, но и на веру, и нравственность, и духовную жизнь. Все это программа тезисов мирового экуминизма. Нарождается безбожная религиозность, кавыч. Это тлетворное дыхание поразило не только протестантский мир, но оно мощным потоком врывается в ограду римского католичества. То есть тут много будет встречаться, потому что я просто выписывал из разных книг. Вот запомните, гордость, ложь и убийство. А это все связано. Не должно быть из новобращенных, чтобы не возгордился, не попал в осуждение с дьяволом. 1 Тимофея 3.6 Причина падения сатаны. Златоуз говорит, что это единственное место, которое указывает на причину. Гордость. Гордость. Вот это вот. Я заменяю Бога. Приходите на могилку, берите землю. Это все из этой же образа. У Матрона вот что есть. Это все отсюда. Ко мне приходите, ко мне обращайтесь. Я вот отвечаю когда вот так. И посмотрите, другие священники знатно отвечают. Они сами говорят. У меня в каждой книге примерно 30 томов открытым оком, только в бумажном варианте, постоянно 3000 выдержек из Библии. 3000 в одной книге. Евангелие Теана 8.44 Посмотрим на историю церкви в течение 20 веков, где наиболее всего проявились эти характеристики отца лжи и человека убийцы, претендующего на равенство с Богом, на замену Христа своей личностью, человека Бога. Где ложь, там фабрикация, подделка, абсолют самости. И кто руководит подготовкой во царение зверя в Третьем Иерусалимском храме, подводя всех на земле под проявление абсолюта земной личности, его авторитета. Это я взял из своей книги к истинному православию. Неподдельный страх перед этой третьей силой проявлял и выдающийся государственный муж времен Юлия Цезаря Цицарон в труде Чеберлена, евреи и их происхождение и причины влияния в Европе. Мы читаем. Ну а потом он стал епископом. Кто знаком с историей православной Руси и России, тот не может не знать о том, как каждый раз, когда Русь, Россия переживала смутные и тяжкие времена в своей истории, внешние и внутренние враги спешили использовать ее слабость. И как рука Ватикана и преобразователя мира в кавычках протягивалась для осуществления заветной мечты уничтожить ненавистную схизму и подчинить Риму Восток, подвергнуть впрах православную христианскую государственность. Вот для чего все это нужно. И еще при святой княгине Ольге и при князе Владимире посылал Рим своих миссионеров в Россию. Известны попытки Рима использовать женильбу святополка на дочери польского короля Болеслава для насаждения на Руси латинства. С предложением о соединении с Римом обращались к Руси Папа Климен III в 1080 году и на Кентьев в 1027 году. В своем обращении к русским князьям и народу писал, что не может подавить себе отеческих чувств к ним и зовет их к себе. Ловкостью и политическими интригами, сосредоточив в своих руках и духовную, и светскую власть над Западной Европой, Папы в 13-м столетии прибегают к новому способу миссионерства в России. С целью подчинить Риму это в то время еще юное православное царство. Рим пытается воспользоваться несчастным положением в России. Папа направляет против православной страны оружие им подчиненных народов. Дочан, ордена меченосцев, венгров и татар, затем шведов в 1242 году и немцев на 1242 году. Не случайно советником у Батыя был рыцарь святой Марии Альфред фон Штумпенхаузер. По терпеванию удачи на поле брания, римский Папа предложил в 1248 году благоверному князю Александру Невскому помощь западных народов против татар. На согласие русским принять латинство и признать над собой владычество Папы. Не в силе Бог, а в правде, было ответно православной Руси римскому Папе. На что Папа ответил вооруженным наступлением на земли русские немецким оружием в 1268 и 1269 годах и оружием шведским в 1347. Видите, сколько здесь данных, это история все. Сегодня польские иезуиты, совращающие русских восточный обряд, говорят, а разве православная церковь не поступала во всем так же, как Папы? Нет, никогда и нигде за всю мировую историю. Все крестовые походы и инквизицы были не делом царей, князей, но по благословению, кавычках, непогрешимых Пап. В попытке использовать беды России Рим повторил и в смутное время, через своих ставленников Лжедмитрия Отрепьевых. В Москве столько видимых бесов, католиков-захватчиков, житие Ирина Хростовского, 13 января. Я был в Америке, в Жордан-Вилле, ну и подготовила у меня тема была такая, будущее России в свете священного писания и предания святых отцов. Ну, собрались там поляки, там через переводчиков говорили, большое собрание было, китайцы. А потом один подошел, и Романах говорит, а католики, эти поляки у нас, они обиделись. А почему? А Иринар говорит, что по Москве будут ходить бесы в видимом образе. Ляхов назвал. Я говорю, и так он отозвался о ляхахах. Я говорю, так это Иринар Ростовский. Ну, Иринар, по новой богине говорить это. Повторяет их и в настоящее время переживаемое нами лихолетие. Сколько раз в последние годы, говорит профессор Ириен. Католические прилаты принимались объяснять мне лично, что Господь выметит железную метлою православный восток, для того, чтобы воцарилась единая католическая церковь. Вот так. Сколько раз я содрогался от того жесточения, от которым дышали их речи и сверкали их глаза. Тех, кто столько говорит о любви, только о любви. И ничего, кроме любви, они здесь сюда не несут. И я начинал понимать, как они ездили в Москву налаживать унию с обновленческой церковью и конкордат с марксовым интернационализмом. И как мог прилад Мишель Дербеньи, заведующий восточно-католической пропагандой, перепечатывать без оговорок гнусной статьи Ярославского Губельмана, именующего мученическую православную патриархию в 1926 году церковью, дословно сифилистической и развратной. Я понял разгром православных соборов, церквей и прихода в Польшу, творимые католиками в 30-х годах. Я понял, наконец, истинный смысл католических молитв о спасении России, как первоначальной, краткой, так и той, которая была составлена в 1926 году, папой Бенедиктом XV, из-за чтения которой даруются 300 дней индульгенции. Ватикан годами снаряжается в поход на Россию. После оккупации православной России интернационалом Карла Макса миссионерское «наступление» со стороны Римского престола ведется ложью восточного обряда, экономическим воздействием, открытым преследованием православных и ущемлением их гражданских прав, и тонкой фальшью, которая звучит в пропаганде равноценностей всех христианских исповеданий. Но если все христианские церкви и исповедания равноценны, то почему и зачем навязывают православным народам и латиняне, и сектанты свою веру? Да, действительно, если все одинаковые, зачем вам это перетаскивать? Мы говорим неравные, вы заблуждение, поэтому миссионерство православных оправдано. А вам зачем, если все одинаковые, это все ложь? Зачем они затрачивают огромные средства, напрягая силы, чтобы оторвать православных от их веры и церкви, и вовлечивших в свою организацию? Миссионерство с лозунгом «не всем христа народам», направленным на восток, в православие, кроется ложь, а отец лжи есть сатана. Так говорит сам Господь. Что, разве в католических странах все уже стали верующими, и некуда пристроить их священников и иезуитов? Да. Статистика говорит, что у них из 100 умирающих 90 отказываются от причастия. 70% обходятся без священников. Оказалось, что в Болонии только четвертая часть населения посещает воскресную службу. Число посещающих мест у мужчин едва достигает 13%, что среди девушек, считающихся наиболее усердными исполнительными обрядов, 60% не ходят в храмы. В Германии только 42% верят, что в какой-либо форме существует жизнь в потустороннем мире. По сведениям католической статистики, свои связи с церковью ежегодно разрывают более 150 тысяч католиков. Среди рабочих почти все мужчины 20 до 50 лет больше не ходят в церковь. Во Франции, Париже, около 9% из 100 жителей посещают церковь. В самом Риме только 20-25% населения посещают воскресную мессу. В Вене лишь от 15-20% католиков поведают свою веру, а в Испании 80% рабочих неверующие. 40% мест католических священников в Германии остаются вакантами. В Мексике один священник на 1500 жителей. Церковные же социологи считают нормальным иметь здесь на 800 прихожан одного священника. В Доминиканской республике это отношение 1 к 12490. В Гватемале 1 к 25475. То есть один священник на 25 тысяч. В Бразилии 1 к 69 тысячам 600. На 69 тысяч один. И 80 тысяч. И 80 тысяч. Где это взято? Католицизм. М.П. Мчедлов. Страница вот вторая. М.Мчедлов. М.Мчедлов. Страница такая-то. То есть это тогда вышла серия книг. Современные религии. 14 брошюр. Толстых, больших. Я с ними работал. Вот откуда идет. И вот М.Мчедлов. С кем я хотел в Москве, старался найти этих людей, встретиться и записать у них интервью. В то время, в советское время. Понимаете как? Я прочитал это дело. И сразу не было же узнать. Только я через знакомых узнавал. Там Баптист Митрохин. Очень хорошая брошюра. Где он? В Москве. А был в Костроме. Я нашел его. Встречаемся. И я его записываю. Там у памятника Пушкина сидим. А у меня в сумке огромный сейчас магнитопод лежит. И я его записываю. И возьми здесь, скажи. Я думаю, как бы плохо не записалось. Я говорю, а его звать Лев Николаевич. Я говорю, а вы не против, если я запишу? А с ним пришел еще профессор один на встречу. Это в советское время. Я бложка-вожка. И с ними, чтобы вы этот материал составите. И он отказался. Вот Розов. Вот это действительно, да. Это литератор Розова. В литературном институте. Он прямо микрофон взял и давай все отвечайте о масонах и все. Но не все люди одинаковые. Дальше. Григорианский университет в Риме, основанный Игнатием Лайолой, родоначальником ордена иезуитов, боевой вангард папства. Из университета вышли 7 кавычках святых и 33 кавычках блаженных. 14 пап, сотни кардиналов и епископов. В настоящее время в нем обучаются около 2500 человек, 59 национальностей. Основателем этого ордена, общества Иисуса, был испанский офицер. Лежа раненый в больнице, начал читать неизвестные ему дотоли, но попавшие в руки, священные писания и задумал создать орден, монахи которого, спаянные военной дисциплиной, явились бы подлинными солдатами Христа и верными стражами римского престола. Папа Павел III, 1534-49 годы, сразу понял, какую опору мог оказать ему воинствующий орден. 27 сентября 1540 года, папа утвердил орден булой. Иезуитский устав Конституции обязывает монахов, кроме обычных трех обетов, бедности, целомудрия и послушания, произносить еще четвертый, непрестанного служения папе, желая одновременно папству повиноваться, его защищать и его направлять. Кроме своей воли, должен пожертвовать и своим разумом. О, какие слова! Ну, это не каждый найдет сегодня даже в интернете, которые данные дают здесь. Новичок проводит два года в Доме послушников, где расписаны каждые четверть часа. Затем в течение 5-6 лет он опосвящается себе как схоластик к курсу наук, и только после этого допускается к изучению богословия. Новичка учит владеть собой так, чтобы он мог следить за каждым движением мускулом и за каждым словом им произнесенным, отучаться от церковопорыва. У иезуитов нет родства, нет родины, нет личной дружбы. После схоластики богословия иезуит проходит еще год послушания, потом его рукополагают во священника, и он становится коадьютором. Следующая ступень – професс. Профессы произносят клятву абсолютного подчинения папе. Профессы делятся на две категории – произнесших три обета и четыре обета. Из этой высшей категории избираются генералы ордена. Для духовного усовершенствования и развития внутренней дисциплины старшие тренируют младших путем медитации. Иезуиты должны быть в курсе современной науки, политики, литературы, языков и т.д. Иезуиты – разведчики и защитники папства. Одновременно их задача – побеждать врагов Рима. А враги – это все, отрицающие папский авторитет, кто оспаривает папский принцип. Ученые ордена прилагают все усилия, чтобы исправить церковную историю, путем сокращения и просто уничтожения документов, бросающих тень на папство и его непогрешимость. От иезуита требуется чрезвычайная осторожность и гибкость. Для русских перебежчиков из православной веры посылаются вышкаленные, хорошо знающие настроения русских, их наклонности и желания. Для таких все построено так, чтобы новичок даже и не заметил свое предательство и измены. Какой-нибудь эмиссар восточного обряда обязательно будет и бороду носить, или другие может совершить пояно-златоусту, и посты соблюдать будет по-православному. И символ веры без филиоквен разрешит празелитам все, будет проводить с ними день и ночь, помогая советам и материально, но при одном непременном условии – признать владычество папы и его непогрешимость. Вот меня все время надо как-то тронуть, толкнуть. Получилось, что в нашей общине несколько человек стали ходить к католикам. Ни один не перешел, но стали ходить. Это из меня высекло сразу три материала про католиков. Мне обязательно нужно, чтобы что-то случилось. И я нигде материала не нахожу, тогда я сажусь начинаю работать. Потому что я занимаюсь тем, что мне кажется, ну больше я не способен ни на что. И вдруг вот меня вышибло из меня. И почитайте, какие материалы, какие Господь высек. А те люди, они вернулись. Мимикрия, подражательность, доведена до филигранности. Могут исполнять все – получать языки у пятидесятников, стать буддистом в исполнении их обряды, чтобы завладеть доверием и добиться своего. Цель – оправдывать средства. Будь то шантаж, ложь, убийство, подлог. Главное, в уме современно, своевременно делай поправку. И Бог будет судить только твои тайные мысли, но не дело. Ибо все делается для большей славы Божьей. И вот здесь, когда было хорошее священие, когда с Роман Цала, я просто говорю, был очень хороший поляк. И с бородой он, и ласковый такой. Мы пойдем к престарелым. Он уже там был. Пошли в другом месте, там коллеги где-то отдельно стоят. Он уже там был один. Высокая образованность, культура, как называют, все есть. Но его почему-то отсюда отправили дальше. По-русски говорит хорошо, вполне. Отправили в Канаду. Он сразу занялся английским языком. Высокий уровень образованности. Но все для одного. Всех подчинить под папскую туфлю. При обучении учат оперировать фактами, перемешивая ложь с истинной. Эта система может оправдать всякое злодеяние, поскольку она служит на благо римской церкви. Основатель ордена писал, если начальник прикажет, то иезуит во имя Христа или как послушание может совершать даже смертный грех. Иезуитский богослов отец Бусинхаум говорит, если цель дозволена, то и средства дозволены. О как. Откуда взято это? Церковь, запятая Русь, Рим. Воейков. Странисты называем. Дальше. Парламент короля Франции Людовика XV, выгнавший орден, привел в обвинительном акте сотни примеров чудовищных принципов на практике. Добившись звания духовников почти всех католических государей и важнейших сановников проповедуют фанатизм и даже убийства, чтобы избавиться от мешающих им лиц. Изгнанные отовсюду иезуиты неожиданно дошли широкое гостеприимство в России, задавшись целью с самого начала завоевать для папства новых приверженцев. В Парагвай непокорных индейцев они засыпали заживо землей. В Китае приняли китайскую религию, стали носить одежду лужи лицов и совершать их службы. Однако, простираясь перед идолами, иезуиты незаметно для посторонних рисовали на полу крестик. Причина постоянного и упорного дробления никогда, некогда единой христовой семьи было указано уже самим Христом. Это дыхание язычества и сатанизм. Таковые кроются у тех, кто подменил Христа человеком. Кто отдался детям дьявола, как Карлу Марксу и сонмищу сатанинскому. А духовно изуродованные рационализмом и гуманизмом массы потеряли не только способность, но и потребность логично думать и жить. Буквально с первого века начались притязания римских епископов на главенство церкви. Основываясь на центральном положении Рима и на происхождении римской кафедры от первоверховных апостолов, римский епископ пытается присвоить себе власть над всей церковью, хотя и встречает всякий раз отпор со стороны всего епископата. Невзирая на эти протесты, римский епископ все же не оставляет в мечте о господстве Рима над всей церковью и над всеми народами. В этот римский епископ, в этом римский епископ сохраняет верность традиции языческого Рима. Учение папской власти о видимом главе церкви, заместителе и наместнике Христа, подчас заслоняющим невидимую главу Христа, является фундаментом всего учения, всей догматики римского католичества. Но это учение противоречит основам евангельского и апостольского учения и о церкви, и о жизни ее, и о познании истины. Постановление Ватиканского собора 1080 года гласит, «Твердо держась предания, дошедшего до нас от начала Христовой веры, мы, во славу Бога Спасителя нашего, к возвышению католической религии и ко благу христианских народов, согласие Священного собора учим и определяем, как богооткровенное учение, что когда римский первосвященник говорит со своей кафедры, то есть когда исполняя свое служение как пастырь и учитель всех христиан, он в силу своей высшей апостольской власти определяет учение о вере или нравственности, которая должна содержать вся церковь. Он, через божественную помощь, обещанную ему в лице блаженного Петра, обладает той непогрешимостью, которой божественный Спаситель благоволил наделить в свою церковь для определения учения относительно веры и нравственности, и что поэтому такого рода определения римского первосвященника сами по себе, а несогласия церкви неизменны. И если же бы кто дерзнул противоречить этому нашему определению, отчего дохранит Господь, то добудет анафема. Анафема. В своде канонического права, опубликованном в 1917 году Папой Бенедиктом XV, читаем, римский первосвященник, преемник в примате блаженного Петра, не только имеет первенство чести, но и высшую и полную власть, юрисдикцию над всей церковью, как в вопросах, касающихся веры и нравственности, так и в тех, которые касаются дисциплины и управления церковью, разветвленные по всему миру. А еще раньше римские Папы писали, «Мы объявляем, утверждаем, определяем, провозглашаем, что подчинение римскому первосвященнику является для человеческого существа совершенно необходимым условием спасения». В Манифате 8, Булла, 18-19-2022 года. «Мы объявляем также, что святой апостольский престол и римский первосвященник обладают верховенством над всем миром, и что этот римский первосвященник есть преемник Блаженного Петра, князя апостолу и истинный наместник Христа, а также глава всей церкви и отец и учитель всех христиан, и что ему в лице Блаженного Петра, переданном Господом нашим Иисусом Христовым полная власть, пости Вселенскую Церковь, руководить и управлять ею». Папа Евгений, 6-11-1439 года. Римский первосвященник, который является на земле заместителем Бога и Господа нашего Иисуса Христа, обладает полнотой власти над племенами и царствами, и всех судит. Папа Павел, 4-й, более 15-2-го, 15-50-го года. «По учении же церкви глава ее Христос, и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет с возрастом Божиим». Колоссян 2-19. «Грех папства – подсягательство на то, что принадлежит только Богу. Догмат нечеловеческой гордыни. Он царь над всеми сынами гордости. Иов 41-26. «Птицы слетаются к подобным себе». Таковы принимающие учения о непогрешимости. Но Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Непогрешимая греховность, как пишет Тютчев. «В книге епископа Буго церковь, изданной в 1922 году, папа приравнивается к Таинству Евхаристии. Вообще? Как в Таинстве Евхаристии присутствует под покровом хлеба и вина реально Христос, так и в папе реально присутствует Христос. В Таинстве Евхаристии имеем, так сказать, лишь половину, кавычка, Христа, ибо Он днем в Таинстве Евхаристии». Днем, наверное, имеется в виду. Где же искать другую половину? Иисуса Христа, реально пребывающему в церкви. Она в Ватикане, она в папе. Папа есть второй способ реального присутствия Иисуса Христа в церкви. «О, великая тайна двух покрывал, под которыми скрывается Иисус Христос в своей целости». «Идите к Иисусу, глаголящему, идите к папе. То, что Иисус не положил под одним покровом, то положил под другим. И в полноте можно обладать им только, если уметь в горячем порыве сердца переходить от Евхаристии к папе. И от папы к Евхаристии вне этих двух тайн, которые, собственно, образуют одну тайну, мы имеем лишь уменьшенного Иисуса Христа, он сам так установил, которое недостаточно для нужд как отдельных душ, так и обществу. «Папа – это Иисус Христос, скрытый под покровом и продолжающий через посредство человеческого органа свое общественное служение среди людей». Дальше. «Никакое выражение не представляется ей слишком сильным для того, чтобы выразить это взаимное проникновение, которое делает из Иисуса Христа и из папы ее главу, ее единого супруга. Она относит к Нему всю любовь, которую она питает Господу. Она окружает Его тем же благовыговением. О сладость чувств, которые испытываешь пред дарохранительницы и у ног папы, которым Иисус Христос собрал, сконденсировал всю церковь. Более того, Он раньше создал папу. Это великая тайна. Церковь есть непрестанное и постоянное творение папы. И так все исходит от папы и в ней, и через нее просвещает и освещает души. И это не частное мнение епископа Буго. Оповещая мир об избрании папы Пия XI, Ватикан в 1922 году писал, «Счастливый Рим, ибо он один обладает обеими дарохранительницами, евхаристической и Ватиканом, где Иисус устами папы преподает слово истины, неизменное, непогрешимое». Так выглядит ров, которым римская церковь отделила себя от каполической церкви православной, хранящей верность учению Христа и апостолов. Это учение о церкви и о папе абсолютно неприемлемо для нас, православных. От него верят духом нехристианским. Мы стоим перед опасностью замены Христа человеком, замены церкви, этого великого живого организма, папой. История нам ясно показала, как постепенно и настойчиво на протяжении веков нарастало это стремление римского епископства, главенства во вселенной, как выросла, питаема духом гордыни и плотским пониманием церкви, питаемая интригами и политикой теория папства. Непогрешимость и главенство в церкви римокатолики Ватикан подпирает следующими местами священного писания. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня? Сына человеческого. Они сказали, одни из-за Иоанна Крестителя, другие из-за Илию, а иные из-за Еремию или из-за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плотик урок открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее, и дам тебе ключи от Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будто будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Иван Гриат Матвей 16 глава. Здесь слова Спасителя никак не обозначают, что Петр является источником и носителем невнеизыблемости и непреодолимости церкви. Вот здесь большое место, которое приносит, считай. «Приступай к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, «Он для вас верующий в драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строителей, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна» 1 Петра 24-7. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу, будутверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь втройно, возрастает в святый храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Ефесян 2.19 «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которого есть Иисус Христос» 1 Коринфянам 3.11 «Христос есть краеугольный камень веры, истина, глава церкви, Христос, а не грешный человек. После слова Петре, как о камне, Петр и заблуждался, и падал. «Сей я с вами, а не с тобой и Петр, во все дни до скончания века». «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал» Дальше я скажу, пропущу, показать, где это написано, какое место, Галатам? Галатам 1.11, 1.15 И дальше тогда Петух. «Тогда Петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели Петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать». Марка 4.12 Отцы церкви все единодушно опровергали главенство Папы над миром и над церковью. Когда все были споршены, Петр один отвечает, «Ты Христос!» И ему говорится, «Тебе дам ключи Царства Небесного», как будто он один получил власть обязать и разрешать. «Я даю тебе то, что было дано всем». Эти ключи получил не один человек, а единство церкви. Но неужели Петр получил ключи, а Павел не получил? А как же и Иаков, и Иоанн, и прочие апостолы? Или несут все ключи в церкви, там, где ежедневно отпускаются грехи? «Ты, Петр, сказал Господь, и на этом камне, который ты познал, говоря, «Ты Христос, Сын Бога Живого, воздвигну я церковь мою, на мне, не на тебе». Блажен Августин. Самое раннее толкование слов о камне находим мы в Тертулиана. Он читает, что эти слова относились к Петру лично, но никак не к его преемникам, римским епископам. Ориген считал, что слова, сказанные Петру, относятся не ко всякому, кто исповедует, как Петр, Христа, Сына Бога Живого. Так разумеет и Киприан. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свойного Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да себя делает непоколебимыми». 1 Петра 5, 10. Слова апостола Луки утверждают, что апостолу Петру повелено укрепить братьев своих. «Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Лука 22, 32. «Но он оказывается первым не по власти, не по должности среди апостолов, а первым по искушениям и опасностям от сатаны, и что лишь молитва Иисуса спасла его от участи Иуды. Насколько всем благовестию Христово чужда и идея главенства, первенства власти в церкви и среди апостолов выразительно освидетельствует беседа Иисуса Христа с сынами заведеевыми». Ну, дальше прочитайте. Он сказал, просто зафиксировать где, это просто много места. Матфея 20, глава, 21 стих. Тогда подошли к немыслимые заведения. Это у Марка, у Марка прочитаете. Ну и дальше, прочитай дальше. «Это принцип язычников, чуждый духу Христову. Правда, оказалось не у двух, а у десяти. Почему же Рим до сих пор продолжает усаживать апостола Петра на первое место среди двенадцати? И еще, почему Рим считается преемником апостола Петра римского епископа, а не епископа иерусалимского, ли антиохийского. Ведь по древнему достоверному преданию апостол Петр сначала играл руководящую роль в Иерусалиме, потом в Антиохии он основал церковь. У Оригена читаем. Игнатий, второй епископ в Антиохии, после Петра. Христос назвал Петра сатаной. Подпишет 16 глава. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И это после тех слов Христа, на которые так ссылаются католики. Тогда необходимо быть последовательными и считать законно себя и по этим словам Христа, что они от сатаны, под символом веры и под правилами вселенских соборов стоят подписи и римских епископов, что если кто-то что-то изменит при этом на соборах, да будет проклят в веки веков анафема, что вселенский собор, первое второе правило, седьмое вселенский собор, первое правило. Таким образом, все католики находятся ныне под собственной анафемой. Стремление к светской власти заставило пап не только окунуться в политические интриги, но и вести войны, даже самим предводительствовать своими войсками, папа Юлий II. Учение латинян о непогрешимости пап, говорит Хомяков, акт их малодушия и неверия. Ведь церковь есть предмет веры, поскольку она из крестового тела и обиталища Духа Святого. У латинян же место невидимого главы занимает видимый, викариус Деи. Вместо же невидимого Духа Божия, живущего в теле церкви, они поставили невидимого внешнего оракула истины в лице папы, чтобы подчиняться ему. Перед нами жалкая картина потери мистического понимания существа церкви и упадка веры в церковь. В истории мы не обнаруживаем непогрешимости пап в делах веры. Так папа Либерий, 354-й год, подписывает не в качестве частного лица, а в качестве епископа Рима, арианский символ веры. Папа Зосима, 417-й, противоположность своего предшественника Иннокентия I высказывается сначала о пользу Пелагия. Папа Вигилий, 537-й год, 55-й, в споре о трех главах, главах, три раза менял свое мнение. Он подчинился на конец решению собора, заявив про себя, что он являлся до сих пор, к сожалению, орудием сатаны, работающего на неспровержение церкви. Вот так. В самом начале спора папа Гонорий, спрошенный тремя патриархами, высказывался в пользу ереси и на 6-м вселенском соборе в числе других проповедников этой ереси был осужден. Папа Лев III, вопреки требований императора Карла Великого, запретил добавление к книге цереградскому символу веры вставки и от сына. И папа Венедикт VIII принял филиокве и эта вставка становится в догматом латинской церкви. Папа Сикс V под угрозой анафемы объявил лично им исправленный и изданный под его обязательный для верующих, но этот текст оказался настолько кишащими ошибками, что преемнику Сикста V пришлось скоро изъять его из употребления. Трагедия римского католичества не в грехах и личных преступлениях отдельных предстоятелей римской церкви. Личных грехов везде было много, а в том, что в самое основание христианского вероучения и духовного строя церкви введен дух мира сего, дух власти, дух юридического, уникалитарного и земного искажения тайн Божьих. И привел этот дух к рабству, печать которого оказалась в стремлении перевести закон жизни духа на язык внешнего механического счета, заслуги, числа и меры, что особенно сказалось в учении об индульгенциях и отсюда разрешение на ведение ближнего в сознательное заблуждение через намеренно двусмысленный способ выражения. Говори и привлекай как хочешь, а в уме думай другое. Ложь стала святостью, отсюда и учение о сверхдолжных делах святых и сокровищнице которых папа может покрывать недосчеты верующих. Отсюда и вместо духовной уравновешенности и трезвения духовного, возбужденность, религиозный сентиментализм с характерным для него стремлением ударить по нервам, растрогать и поразить воображение человека. Когда же благодаря Пию 11-му Ватикан наконец приоткрыл свои архивы, до тех пор бывшие под строжайшим запретом, западные специалисты по фотостактоведению, как например Аммоний, Жузи и другие получили возможность опубликовать множество новых материалов, проливающих иной свет на события. Пока ограничиваемся книгой деяний непогрешимых кавычках римских первосвященников пап. Страшны в этой современной нам ереси о непогрешимости пап то, что этот догмат касается всех пап бывших и будущих. Прежним своим заблуждением папа добавил этот самый вопиющий об антихристовой сущности каталицизма догмат об обожествлении человека. Этот догмат есть логическое завершение политики папы Николая I в IX веке. Агафонова послание патриархам, утверждающего непогрешимость римского престола на основании слов спасителя о вере, обращенных к святому апостолу Петру. Средний католик имеет весьма отдаленное представление о папах и считает их всех святыми, достойными звания их, так как папа Виктор сначала одобрил монтонизм, а затем его судил. Марцелин был и дал поклонникам. Он вошел в храм Весты и принес жертву богини. Либерий согласился на осуждение святого Афанасия и решился принять арианство. Виталий в 537 году купил папство в Велизарии, полководца императора Вестиниана, но нарушил свои обещания, ничего не заплатил. Гонорий придерживался монофилистов. Римский собор анафемастов Гонория в 1679 году. Адриан II объявил гражданские браки действительными, а Апийс VII 1823 осудил их. Стефан VI приказал вырыть из могилы тело папы Формоза, одеть папское облачение, а персты, которые он слагал для благословения, отсечь и бросить тело в реку Тибр, объявив его клятвопреступником и беззаконным. За это Стефан впоследствии заключил в тюрьму и отравлен. Католический святой Бернард, лучший проповедник своего века и вдохновитель 11-го крестового похода, порез лет было возведено и низвержено 8 пап. Знаменитая Феодора, жена сенатора Феофилакта, возвечена престол любовника своего под именем Иоанна IX, деспотически управляла Римом. Ее дочь, такая же развратная Марацци, доставила папство своему любовнику Сергию III, имела от него сына, которого даже сделала папой. Младшая сестра Феодора возвела в свою очередь на папский престол тоже своего любовника Иоанна X. Когда же достиг совершеннолетия ее сын, прижитый от Сергия III, она сделала его папой Иоанном XI. Папа Иоан XII латеранский дворец превратил в верте прозрато. Церковные украшения раздавал любовницам и дошел до того, что иностранки боялись при нем посещать храм святого апостола, вследствие ожидавших и там насилия, без разбора замужних, вдов или девиц. Он за деньги поставил епископом в тади десятилетнего мальчика, выкола глаза в Нигу, оскопил Иоанна, кардинала, дьякона и прочих. Папа Иоан XII выработал также особый тариф штрафов за отпущение грехов в пользу апостольской исповедовании. Убийство мирянами священника стоило семь гро. Мирянина мирянина пять гро. Плотские грехи, блуд и прочее сделали для римской церкви выгоднейшим источником доходов на долгие века. Отпущение греха блуда священника с монахинями со своими племянницами, кузинами или крестницами 67 франков 11 су 6 денье. Про эти естественные грехи мужей лошад стоили священнику 219 франков 14 су. Монахини же любодействуя с мужчинами в монастыре или в Невново платили значительно дороже, чем монахи 131 франк 14 су 16 денье. Грех при любодеянии одинаково расценивался 87 франков 13 су для мирян общего обоего пола. Папа Лев 10 1513 год значительно повысил этот тариф. Папа Иоанн XII весьма терпимо страховал кровосмешение. Грех этот совершенный с сестрами или с матерью стоил всего 40 сум. Созванный императором собор осудив и свергнув Иоанна XII избрал нового папу под именем Лева VIII. Но едва Атон оставил Рим как Иоанн скрывавшийся до тех пор возвратился и прогнав своего соперника стал беспощадно мстить своим врагам отрезаем носы и уши отрубая руки пока сам не был убит одним оскорбленным мужем. На его место избрали Венедикта V 1964 год. Но Атон принудил их принять прежде поставленного им папу Лева VIII. Венедикт VI 1972 год был свержен и умерщвлен враждебной его партией. Ванифатий VII 1974 год уморил голодом в крепости святого ангела папу Иоанна XIV и сам погиб насильственной смертью Иоанну XVI в 1985 год отрезали нос и язык выкололи глаза и умер в тюрьме в 1991 году. Французские епископы на соборе в Сен-Базиль Девержи отказались повиноваться папам этим чудовищам исполненными бесчестиями лишенных божественной и человеческой учености. К довершению унижения церкви на папский престол был выбран Бенедик IX в 1933 год мальших десяти лет из которого с годами вышло чудовище разврата напоминавшее Каллигулу и Гелио Габала он ввел в латеране жизнь турецкого султана граби и убивая римлян по произволу и прихоти и продавал свое папство Иоанну Грациану ставшему Григорием VI в 1944 год этот папа улеченный в Симонии на соборе в Сутри созданном императором Генрихом III добровольно сложил себе купленные папством Пасхали II в 1999 год и Евгений III в 1145 год одобрили дуэли которые запретил Юлию II в 1553 год Манипатий IX сам торговал священными предметами Иоанн в 23 в 1440 год отвергал бессмертие души и был изложен Константинским собором в 1515 году Климен XIV уничтожил орден иезуитов одобренный Павлом III Пис VII восстановил этот орден примеры эти не нуждаются нам думается в комментариях касательно потенциальной непрегрешимости кои должны были обладать эти святые отцы кавычка нам могут возразить что и в других церквах например в греческой тоже были недостойны патриархи хотя и далеко не стоит скандального поведения повторим еще раз ни один патриарх никогда не дерзнул именоваться викарием Христа и не был никем признаваем непогрешимым ни в чем согласно Никиевского Константинопольского собора непогрешима лишь святая соборная и апостольская церковь ибо глава ее сам Иисус Христос около 1600 года в римский требник введены слова якобы сказанные Петру а значит и Папе ты и си пастырь овец тебе Бог передал все царства мира Евангелие не знает таких слов Христа Петру эти слова были сказаны Христу Искусителем тебе дам власть над всеми семи царствами Лука 4.6 ужасом веет от римской теории главенства римского епископа каким мерилом можно установить с кафедры или не с кафедры действовали Папы перечисленные выше гордость ложь убийства цинизм возведенные форму правления один из самых зловещих признаков нашего времени является систематическое и все более возрастающее сближение Папства с иудаизмом будущий по своей сущности чудовищным извращением христианства Папство представляет собой власть которая будет предана зверю откровение 13 глава хотя и не дерзаем предвосхитить будущее событие мы однако можем задать вопрос себе не является ли Папа предтеющий грядущего антихриста Папство и его борьба с православием Москва 93 год Носов страница 95 причина всех фальши римско-католической церкви есть гордость и признание Папы действительно главой церкви да еще непогрешимой вот данные которые открылись в архивах вот сейчас есть об инквизиции 4 уже ролика поставлено открыли архивы и там сидят люди просто откройте и посмотрите куда лезть это какое объединение Богу нашему слава да сохранит нас Господь от соединения с такими Папами Аминь Прошу Божию Прошу Христа Субтитры